Одна маленькая девочка вернулась домой после школы и спросила свою маму, «Мама, а как я появилась на свет?» Мама смутилась. Она ответила, «Тебя принёс аист». Хорошо, девочка записала, «Мама, а ты как появилась на свет?» «Меня тоже принёс аист». «Мама, а как появилась бабушка?» Её тоже принёс аист. Девочка о чём-то задумалась, потом пошла к себе в комнату, села и стала что-то писать в тетради. Мама почувствовала себя неуютно. Она закончила готовить, а потом пошла посмотреть, что написала её дочь в домашнем задании. Это было сочинение о семейном древе. Она прочитала, «Из трёх поколений моей семьи никто не появился на свет естественным путём». Из-за абсурдных идей мы либо преувеличиваем, либо пытаемся преуменьшить что-то без причины. Это определённым образом воздействует на вашу жизнь. Если вы преувеличиваете что-то, то станете извращёнными в своей голове. Если попытаетесь не думать об этом, то станете ещё более извращёнными. Есть много причин, по которым люди занимаются сексом. Для некоторых это просто удовольствие, для других это способ создания связи и дружбы. Иначе люди чувствуют, что отдаляются друг от друга. Может быть, у них всё в порядке. Но многие люди зациклены на том, что если они не занимаются сексом, значит, они отдаляются. Это не так. Вы можете быть очень близки с кем-то, но не обязательно вступать с ними в близость. Не так ли? Но общество зациклено на этом, особенно в этой части мира. Люди очень на этом зациклены. Если в отношениях нет секса, то и отношений, собственно, нет. На самом деле слово «отношения» мне просто потребовалось время, чтобы это понять. Здесь, если говорят об отношениях, подразумевают сексуальные отношения. Больше ничто отношениями не считается. Я могу иметь с вами очень тесные отношения и не думать о вашем теле, не так ли? Может быть, я никак не привязан к вашему телу, но у нас могут быть очень крепкие отношения. Но все эти возможности полностью игнорируются. Отношения предполагают необходимость физического контакта. Мужчина-женщина. Или мужчина-мужчина, или женщина-женщина, как вам нравится. По сути, они телесные. Какое именно тело – это личный вопрос. Но в основе своей это телесные отношения. Так происходит. Потому что в чем-то наше отождествление с телом превысило нормальные уровни отождествления. Это чрезмерное отождествление с телом. Вот почему телесные отношения стали превалировать в обществе. По сути, большинство сексуальных отношений на планете происходит из-за определенной компульсивности. Не так ли? Это компульсивное стремление. Например, я говорю, и это своего рода энергия. Вы смотрите на меня, и это своего рода энергия. Вы слушаете меня, это тоже энергия. Это разные проявления одной и той же жизненной энергии. Не так ли? Сексуальность – это еще одно проявление той же энергии. Каждому нужно решить, сколько своей энергии и в каком направлении он хочет направить. Ведь в конце концов, ваша энергия ограничена. Не так ли? Это то же самое, что ваш доход. Скажем, ваш доход составляет 5000 долларов в месяц. На аренду дома, на еду, на обучение, просто на веселье, на отпуск. Вы распределяете расходы. Завтра утром вы получите зарплату, а вечером возьмете и все спустите. Тогда следующий месяц будет проблемным, не так ли? Конечно, у вас кредитная карта, но... Все в вашей жизни, если вы разумно управляете жизнью, все в ней распределяется, согласно вашему пониманию, вашим нуждам и вашим возможностям. Правильно? Ваше время и деньги, разве они не распределены так, как вы считаете нужным? То же самое касается вашей энергии. Прежде всего, вам действительно это нужно? Или вы делаете это из-за социального давления? Если вам это нужно, а я скажу вам это прекратить, вы станете извращенцем, потому что все это будет происходить у вас в голове. Если кто-то говорит вам, что вы должны это делать, потому что иначе вы ненормальны, получится другой вид извращения. Они оба не нужны. Просто если есть такое стремление, оно есть, но вы понимаете его ограничения. В конце концов, вы идете не за мужчиной или женщиной. Мы это уже обсуждали, вы стремитесь к определенному уровню наслаждения. Если вы испытали определенный уровень наслаждения, разве вам не захочется углубиться в это? Потому что каким бы ни было это наслаждение, вы могли воспользоваться другим человеком, но наслаждение происходит внутри вас, верно? Если все наслаждение происходит внутри вас, а другой человек – это просто ключ к этому наслаждению. Разве вы не хотите всегда иметь такой ключ? Да? То есть вы сидите и пребываете в экстазии. Вам не нужен кто-то, потому что, чтобы извлечь удовольствие из кого-то, вам придется прибегнуть к различным ухищрениям. Это не произойдет просто так. Это называется ухаживанием. Если вы пустились в ухаживание, вас ждут ухабы. Это требует огромного объема времени, усилий, энергии. Причет за собой все прочее. Разочарование, ревность, проблемы и так далее. Вы постоянно думаете, что получить от одного человека, что получить от другого человека. Это мошенничество, которое называется любовной связью. Но это мошенничество. Если вы чрезвычайно счастливы сами по себе, то когда вы рядом с людьми, это означает делиться своим экстазом. Если они не затронуты им, то как-то затронуть их. Вместо того, чтобы пытаться ими воспользоваться, сама основа вашей жизни преобразится. Субтитры создавал DimaTorzok